Работа по четким правилам, в основе которых конкуренция. Президент поручил оптимизировать и повысить эффективность системы торговли. Такую комплексную задачу Александр Лукашенко поставил сегодня перед недавно назначенным министром торговли и правительством в целом. Специалисты должны проанализировать ценообразование, деятельность посредников, правила взаимодействия частных и государственных участников рынка, а также условия для конкуренции импортных и отечественных товаров. Я не против предпринимателей, я не против элементов существующей торговли, но я категорически против незаработанных денег, которые в ненормальной системе расходятся по карманам не тех, скажем так. Мотивирую. Я считаю, что деньги прежде всего должны получать те, кто товар производит. А торговля должна иметь свою какую-то маржу или долю от цены этого товара, но торговля не должна быть обдираловкой. Я подвожу к тому, что какое бы мы исследование не проводили, народ больше всего беспокоит рост цен. То есть вам надо отвлечься от всяких там канонов рыночной, нерыночной экономики, учитывать надо всё, но создать систему нормальную, которая бы позволяла организовать торговлю, частную и государственную, ещё какую-то там торговлю, ничего не запрощается. Но надо организовать, прописать нормальные правила, за которые никто не имеет права выйти. Надо посмотреть на посредничество. Самые большие преступления в последнее время, и это уже не просто натаскивают нам правоохранители, а признают сами виновные в правонарушениях, самое опасное преступление – это посредники. На совещании президент затронул и тему сертификации, которая сейчас активно обсуждается в среде малого предпринимательства. Ключевой посыл государственной политики остаётся неизменным. Торговля только при наличии всех необходимых документов, без каких-либо исключений для одних участников рынка, в ущерб другим. Мы чётко в прошлом году договорились. Мы не пацаны, чтобы нас водить за нос, тем более меня. Мы договорились, в этом ключе надо действовать. Надо понимать, что те, кто завозит сюда разного рода тряпьё и даже хорошего качества, если бы это было с Турцией, Китая и прочей, с России, надо понимать, что всё, что мы завезли к себе оттуда, мы настолько же угробили свою экономику, лёгкую промышленность. Не будет она развиваться, тем более без документов, без сертификатов. Слушайте, это же мы узаканиваем бандитизм преступников. Они должны понимать, это вы должны знать и у правительства, что сертификация товаров, сертификат – это только первый шаг. Мы в этом году сделаем все шаги. Товар, товаротранспортная, накладная, все сопроводительные документы, сертификация, приезжай, торгуй. Нет этого, торговать не будешь. Мы должны им прямо говорить, чтобы они понимали, что больше преступного бизнеса в Беларуси не будет. Он будет подконтролен. Тогда лёгкая промышленность, торговля будет у нас в Беларуси для всех и для ИПшников, других частников, для госпредприятий в равных условиях. Они этого всегда требуют. Дайте нам равные условия. Вот равные условия. Очевидно, что функции и полномочия Министерства торговли по итогам сегодняшнего совещания значительно расширятся. Но выиграть от этого, как отметил Александр Лукашенко, должны в первую очередь потребители. Продолжение следует... Продолжение следует...